Правобережные и Кировские пригородные районы формируют проекты бюджета на следующий год. В планах большую часть направить на заработную плату работникам бюджетной сферы, благоустройство территорий и переселение из аварийного жилья. Обо всем подробнее в материале Алина Хасцаевой. Больше 70% бюджета пригородного района в следующем году направят на сферу образования. Это и оплата труда работников, и содержание школ и детских садов. 10% планируют потратить на содержание объектов культуры. Кроме того, в районе продолжат реализацию нацпроектов и федеральных программ. Так, по программе «Комфортная среда» планируют благоустроить придворовые территории в селениях Октябрьское и Михайловское. Обустроят также тротуары и пешеходные переходы. Мы по программе «Комфортная городская среда» закончили ремонт центрального парка в селении Октябрьском. Также сейчас заканчивается обустройство придворовых территорий многоквартирных домов. На следующий год сумма пока по этим программам, они будут реализовываться и в будущем году, но суммы пока не определены. Работа по проекту бюджета на 2021 год идет и в Правобережном районе. Приоритетное направление – оплата труда и социальные выплаты. В 2021 году из ветхого жилья в Беслане планируют переселить 50 семей. Пятиэтажный дом начали строить в этом году. В планах сдать его к концу года. Сейчас строители перекрывают второй этаж. В районе будут ремонтировать дороги и тротуары. Продолжается и второй этап реконструкции аллеи в Беслане. В следующем году работы завершат. Планируется произвести благоустройство парковой зоны по улице Окружной. Это напротив нашей школы-интернат. Там будет большая парковая зона разбита. В данный момент ведутся работы по составлению проекта этой парковой зоны. Также у нас в проекте бюджета на 2021 год планируется повышение минимального размера оплаты труда. Ее планируется довести до уровня 12 445, если, конечно же, будет федеральный закон. До октября определить доходы бюджета на следующий год планируют в Кировском районе. В этом году по программе комплексного развития сельских территорий в районе начнут строить жилые дома для работников отрасли. Участник строительства – сельскохозяйственный производственный кооператив «Дегуста». Мы участвуем в национальном проекте «Жилье и городская среда», где у нас проводят ремонтные работы по улицам, благоустраиваются парки. В этом году у нас запланировано 5 объектов. В каждом из районов уже созданы рабочие группы, которые занимаются подготовкой проекта бюджета на следующий год. Алина Хасаева, Сабина Пельева, Александр Каджаев, Хеток Гопоев. Новости Осетии.